Накануне в окружной столице состоялось открытие мото-сезона 2018 года. Дождливая погода не стала преградой для того, чтобы лабутнанское мото-сообщество приняло участие в традиционном мотопробеге. По пути следования байкеры двух городов возложили цветы к местам гибели своих товарищей. А уже на следующий день с ответным визитом салихардские мотолюбители и члены мотоклуба «Белые кречеты» приехали в город Семилиственниц. Вместе с лабутнанскими товарищами они приняли участие в флешмобе «Русский дух». Из-за погодных условий открытие мото-сезона неоднократно переносилось. И вот 10 июня. На улице дождь. Температура воздуха ниже 10 градусов. Но несмотря на это, представители лабутнанского мото-сообщества организованно отправляются в салихард, чтобы принять участие в традиционном мотопробеге. А это уже на следующий день. Местом встречи стала стелловорота Ямала. Солнечная погода, безусловно, поднимает настроение. Один за другим байкеры собираются в указанное время в указанном месте. С каждым годом любителей двухколесного транспорта становится больше. С каждым годом мотолюбителей, мотобратьев растет. То есть появляются и девушки, что приятно, что разбавляет нашу мусскую компанию девушки, мото-сестры, скажем так. Открытие мото-сезона – это когда собираются все. Лабутнанги приезжают, Аксарка приезжают. То есть в этот день мы все вместе, мы объединены. То есть все вместе мы встречаемся. Мы можем заедем, мы просто не видеться с многими людьми. А в этот день мы просто все встречаемся, радуемся, общаемся. То есть делимся эмоциями и все остальное. Организованной колонной около трех десятков байкеров на самых разнообразных мотоциклах. Проехали по городским улицам, будоражей, привлекая внимание прохожих, ракочущим звуком двигателей. Наступление долгожданных теплых дней для них нечто особенное. Ведь морозными зимними вечерами, глядя на мотоциклы в гаражах, они мечтали проехать с ветерком. Я чувствую, во-первых, свобода движения. Ну я на мотоцикле езжу, так сказать, степенно, не торопясь. Потому что это мотоцикл для степенной езды. Ехать, вкушать запах природы, листвы. Вот этот звук выхлопа. И никому ничего, как говорится, не помехи. Едешь спокойно, отдыхаешь. Вытянул ноги, выснул на подножке. И едешь спокойно, тарахтишь. Свобода прекрасна. Как говорится, еще раз добавлю, 4 колеса везут попу. Два колеса везут душу. Следующий пункт в маршруте следования – полигон Центра технического творчества. Специалисты молодежного центра для мотосообщества двух городов подготовили увлекательную программу с разнообразными конкурсами. Парни доказали, что они не только мастерски управляют железными конями, но и при необходимости окажут медицинскую помощь. Сотрудники госавтоинспекции также не упустили возможность напомнить моторюбителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Особое настроение создавали участники рок-группы «Искажения» и «Плацдар». Причем не только байкерам, но и зрителям самого разного возраста. Ну как, ансамбль. Можно просто расслабилась, расслабилась от повседневной рутины. Я просто расслабилась. Я вообще по натуре оптимист. Я люблю все такое. Я не домосед. Я люблю выехать куда-то с этими привратьями. Мероприятия мне эти очень нравятся. Завершилось мероприятие флешмобом «Русский дух». Все участники выстроились в живой триколор и сделали фото на память.